Приветствую вас дорогие друзья! Вы смотрите канал Варлок и добро пожаловать обратно в Оружелие! Почему мы начинаем вот так вот прям со старта? Ну потому что вышел новый патч в Оружелие и в этом патче мы увидели много новых изменений, которые меня интересуют. Я пробую записывать этот новый патч. Патч, кстати, он не официальный релиз, а пока что бета-релиз патча. Чтобы его получить, этот доступ к бета-релизу, вам нужно зайти по стиме в свою библиотеку, нажать правой кнопкой на Enter the Gungeon и выбрать там в последней вкладке, там нажать свойства, а потом в последней вкладке в свойствах получить доступ к бета-версии, выбрать. И тогда у вас будет новый патч 1.10, который постоянно выкидывает. Я уже второй раз, нет, уже третий раз пытаюсь записать с новым патчем. И нафиг выкидывает, и все, и хоть ты третий. Здравствуй, король патрон. Я на тебя сейчас всю злость свою вымещу, если ты не против. Если будет так, ты так будешь добр, чтобы умереть спокойно, тихо и мирно в своей постели, я буду просто счастлив. Да, я пытаюсь... тут много изменений. Почему я хочу именно этот патч записывать, а не... не пытаюсь просто старый, надежный записывать. Тут изменения, которые мне очень интересны. Во-первых, добавлен новый секретный персонаж. Ну не то, чтобы добавленный, я так понимаю, что он и был в игре, но теперь к нему сделан 100% доступ к секретному персонажу под названием Альберт. Этот Альберт теперь находится в аббатстве, втором секретном уровне, на который мы почти никогда не ходим, потому что раньше не было особого смысла. Вот теперь есть. Теперь там этот секретный персонаж, который дает дополнительный предмет. И теперь я буду ходить в аббатство. Ну, во всяком случае, сейчас мы попытаемся пойти в аббатство и завоевать его. Аббатство это сложное. Мы, кстати, победили Короля Патрона, за него получили Мега Руку. Ну, так что... Я бы как бы сказал, что это неплохое очень начало, да. Мега Рука за первого босса. Да, и Мега Рука дает нам шанс спокойно, тихо и мирно дойти до... Дойти до аббатства и пройти аббатство, дойти до босса. Теперь что нам нужно, это насобирать что-нибудь, чтобы у нас была возможность пройти аббатство, потому что мы уже знаем, что туда можно дойти, а потом там и остаться на веки вечные. Погребенным под... Под этим гребаным древним королем Патроном. Аааа, да. Кроме того, кроме этого секретного персонажа в аббатстве, которого я хочу посмотреть и вам показать. Ну, я его уже видел, окей? Я его посмотрел уже, я не буду притворяться, что я этот... Не знаю, не знаю, о чем я говорю. Я не буду притворяться, что... Ой, какая новинка! Вау, я никогда этого не видел! Нет, я так не делаю, вы меня знаете. А если я что-то знаю, то я так скажу, что я это знаю. Если я знаю, что этот... Где у женщины находятся там разные части тела, то я вам об этом сообщу и даже могу дать точные координаты. Аммм... Кр... Ха-ха-ха... Спокойно. Вот так. Кроме... Ах, блин, броню потеряли. Обидно. Обидно, досадно, но ладно. Кроме этого, какие еще изменения в патче? Ну, там много мелких исправлений. С мимиками там была проведена работа. О, красный сундук, зашибись. Толстые пули, толще и сильней. Ну, я абсолютно не жалею, что я открыл этот красный сундук. Я теперь... Я открыл красный сундук по рефлексу. И теперь я понимаю, что нам-то два ключа надо, чтобы в аббатство попасть. Как я буду зол, если у нас сейчас не будет... Ого! Я еще... Простите, но я никогда не видел пулю с толстыми пулями. Я никогда этого не видел. Это жесть. Хера себе! Жесть. Ну, окей. Даже если мы не попадем в аббатство, этот забег остается по-любому. Толстые пули... Это круто. Так, мы покупаем ключ. И теперь нам нужен второй ключ. Секретную комнату мы видели. Там синий сундук. Смотрите, какой расклад. Нам нужно два ключа. Теперь мы просто надеемся, что нам ключ выпадет в какой-нибудь комнате. Если нет, то мы, к сожалению, не попадем в аббатство. Я теперь жалею, но то, что я открыл красный сундук и получил вот это огромное оружие. Толстые пули. Ну, вы понимаете, да, что я не могу. Я не могу теперь этот выпуск сбросить и начать записывать новый. Потому что это слишком круто выглядит. О боже, мы убиваем с одного удара красных этих чуваков. Ну, я бы не хотел этот сундук в любом случае открывать. Я его сломаю. Будем надеяться, что ключ выпадет. Ключ! Хуючь. А, не ключ мне. Блин. А, плохо. Плохо. Один ключ мы пока что не попадаем в аббатство. Мы точно не попадаем в аббатство. Фак. А, нет. У нас есть еще шанс. Можно разломать этот синий сундук. Из него может ключ выпасть. Пожалуйста. Игра. Будь бобра. Ах ты, сука. Ну, ладно. Даже если... Даже если так. Даже если нам не дают доступ в аббатство. Мы просто, значит, продадим мусор. И двинемся на следующий этаж. Да? Да. И приманку мы не можем купить. Окей. Просто двигаемся дальше на следующий этаж. Все. Пофиг. Хрен с ним с аббатством. Будем просто играть. Мы пулей все еще лича не убили, кстати. Поэтому в любом случае мы можем посмотреть новые фишки патча 1.10. Тут изменился вид некоторых боеприпасов противника. Вот пули, которыми противники стреляют. Некоторые пули должны по-другому выглядеть. Я не знаю. Я еще не видел. Либо я не обратил внимания. Но, наверное, это правда. Я не знаю, с чего бы разработчикам брать мне лично. Я же их главный последователь. Давай, катись отсюда. Шип. Шип. А, не туда. Так, нам... Куда нам нужно вообще? Нам нужно сюда. И теперь сюда. И сюда. Окей. С толстыми пулями это выглядит, мягко говоря, офигительно. О, детка. Это просто крутейший забег. Я думаю, что нам победа... Ну, смотрите. Я, конечно, не говорю, что я выиграю сейчас. Но, вообще-то, я говорю, что я сейчас выиграю. Я думаю, победа нам гарантирует. У нас богохульство и мега рука. И все это с толстыми пулями. По-моему, мы должны победить сейчас инфа 100%. Я не знаю, насколько сильно нам надо затупить, чтобы сейчас проиграть. Ну, я знаю точно, насколько сильно нам надо затупить. Примерно, как обычно. Что такое? Я не знаю, кстати, насколько толстые пули фактически увеличивают урон. Но выглядит это очень круто. Ключ я пока что оставлю на земле. Раз мы играем обычный забег. Знаете что? Так. Знаете что? Вот как-то так. Но! Ё-моё! Железная дева все равно непобедима, нахрену. Поскольку у нас есть мега рука, даже если мы потеряем возможность использовать толстые пули с богохульством, у нас все равно есть мега рука, да? Мега рука это лучший зачиститель комнат в игре. Ну, по моему мнению. По моему мнению, это лучшее оружие для зачистки комнат в оружелии. Я строю это. Военная подготовка. Окей, окей. Да, игра, я понял. Аббатство, да, я туда не попал. Ха-ха, смешно очень. Варлок дурак. Ну, варлок дурак. Варлок должен был открыть красный сундук. Если бы мы пошли в аббатство и при этом оставили красный сундук лежать на первом этаже, представьте, насколько хуже у нас ситуация была бы. А с другой стороны, я понимаю, что не намного и хуже она была бы, потому что у нас есть мега рука. Так что, может быть, это была ошибка. Так, ну ладно. Это у нас легкая фигня, которую я тут же запорол. Моментально. Так, а как это у нас действует? Как, как, как вот эти хреновины выбивать? Прямым попаданием, что ли? Есть. Ну, три. Три мы выбили. Должны были выбить четыре. И все равно. Сотрясатель. У сотрясателя пули просто гигантские стали. Ааа, как мне это нравится. Как мне это нравится. Так. Сотрясатель это будет наше антибоссовое оружие. Это антибоссовое оружие у нас есть. У нас есть, блин, богохульство. С огромными, стреляющие гигантскими мечами. Так что, я не знаю, какое нам еще антибоссовое оружие нужно. Ну, на случай, если мы получим урон по красным жизням. Чего, я надеюсь, не допустить. О, закрытый магазин. Чудесно. Раз у нас магазин закрыт, значит, берем этот ключ и идем дальше. Ну, с другой стороны, это, наверное, это самый лучший момент для закрытого магазина. Потому что у нас, этот, у нас и ключей-то, денег-то немного. Чтобы что-нибудь там купить. Так, до свидания. Ну, спасибо. Оп, хорошо. Что-то там еще было изменено с секретными комнатами, по-моему, в патче. Главная фишка, одна из главных фишек этого патча в том, что исправили перекат секретных персонажей. Что я под этим подразумеваю? А раньше, оказывается, что у робота и у пули, ну, я об этом говорил уже, но я не был уверен на 100%. Теперь это было подтверждено разработчиками, что у пули и у робота был перекат на одну долю секунды, там, меньше давал неуязвимости, чем у обычных персонажей. Так что, особенно на боссах, таких как Дракон и Лич, пули и роботам было сложнее играть. Так что, вот, видите, я роботом Лича не мог убить только из-за того, что разработчики натупили в своем коде. А что я, Дракон, не иду на босса-то? Какого хрена я жду вообще? Ты, Гаргона, какого хрена я жду? Не объяснишь мне? Только по-русски. Окей. Хе-хе-хей. Вот, видели, там, по-моему, только что вот как раз сработало. Если бы у меня не было вот этого вот переката на одну секунду дольше, на одну долю секунды дольше, я бы, может, там и урон получил даже. Ну, а так у нас все офигенно, непременно все будет офигенно, если ты очень богатый, очень богатый. Окей, не проблема. Хе-хей. Давайте, знаете что, давайте постреляем в нее сотрясательным, что она меня задолбала. Что-то ты меня задолбала, моя Гаргонишка. Мисс Гаргона. Я в тебя постреляю очень большими пулями, если ты не против. Если ты не против, я в тебя, да, вот эти пули очень большие выпущу. Но пока что забег идет отлично. Если не считать того, что мы остались без секретного уровня, у нас забег сейчас шикарен. Так что, жаловаться не на что. Я думаю, да, я думаю, что мы должны победить. Мега рука с большими патронами, плюс сотрясатель, плюс еще мы получили эту световой пистолет. Так что, утки будут просто гигантские. А гигантские утки это всегда к победе. Окей, до свидания. И вам туда же, в тех же позах. Хорошо. Кто? Снайперы? Ага, сейчас. Держите карман шире. Ну, где мой второй сундук? Деревянный. А здесь оружие будет или пассивка? Очень жаль, что мы не можем это открыть. Хотя, знаете что, мы можем... Нет, мы не можем. Чтобы его открыть, нам надо урон получить. А как? Как мы можем тут урон получить? Никак. Я бы поменял броню на... Секретную комнату. Давайте откроем. Хрен с ним. Оружие. Я сейчас надумал, что тут будет пассивка. Надо было вспомнить, что в другом сундуке я тут нашел... А, это была ошибка открытия этого сундука. Но и броню нам никак нельзя получить. Мы сами себя ударить не можем, да? Утка нам урон не наносит. Вроде нет. Ну, окей. Магазин закрыт. Можно магазин, конечно, открыть. И там купить пустышку. Но смысла не вижу. Погнали. Ну, мы в шоколаде. Даже несмотря на то, что вот этот ключ конкретно я провтыкал. Теперь знаете, что нам нужно? Теперь нам для победы нужно какой-нибудь защитный предмет. Что-нибудь защитное. К чему-нибудь защитному относятся как предметы, которые пополняют здоровье. Так и предметы, которые не дают противникам наносить большой урон. Это, например... Я, кстати, мега-руху начну использовать нахрен. Благохульство, это, конечно, весело, но мега-руха намного быстрее. Это, например, замедление вражеских пуль. Эйфория, наверное, называется или как-то так. Потом это... Что у нас еще? Входит в этот список. Любые активные предметы, я считаю, которые снижают урон. Ну, в идеале это изделие свинцовой кожи. Нам бы еще классно было бы этот... Наверное, патронок, кстати, у нас вот красатель надо было взять. Но это не особо критично. Нам бы было классно... Опа-па-па-па-па, спокойно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, пацаны. Ну что вы? Давайте как-то... Да ну что, хватит стрелять в бочки. Да. С нашим оружием нам бы было классно звезду. По-моему, звезда имеет с уткой... С утиным ружьем. Имеет комбинацию. И звезда усиливает утиное ружье. Если в ней не изменяет память. По-моему, у нас когда-то была суперутка. Я не мог понять, почему у нас суперутка. Оказывается, ее усиливала звезда. Но звезда, она, конечно, сама по себе похуже, чем зелень свинцовой кожи. Но за счет того, что она усиливает другие предметы, такие как уткомет, то я думаю, она лучше. В данной ситуации. Хотя зелень свинцовой кожи все равно очень круто. Так, ну мелочь. Мы будем сейчас стрелять из богохульства. Но вообще, по большому счету, мы будем использовать по максимуму мега руку. А, я обратил внимание, что толстые пули, они что еще и в боезапасном снизили, да? Судя по всему, да. Судя по всему, да. Так, ну что там? До свидания. Вы это слышите? У меня соседи, по-моему, головой стучат в землю. Если у них там земля на полу насыпана. Наверное, в пол они все-таки головой стучат. Пожиратель оружия, я думаю, мы сможем использовать, если у нас какая-то еще отстойная пушка попадется. Пока что смысла нету. Монетки, интересный вариант. Монетки, интересный вариант. Стал бы я их покупать. Если бы они просто нам выпали из сундука, я бы потащил их с собой. Монетки можно на шестом этаже использовать. Они зачистят нам три комнаты на этаже. На шестом этаже, да. Даже на пятом, да. Тащить их с собой со второго этажа, с третьего этажа. Я подумаю. Мы всегда их можем использовать в любой момент. А вдруг нам выпадет какой-то хороший активный предмет другой. Если бы у нас была возможность таскать с собой два активных предмета, которые у нас нету. Я бы взял монеты. А так, я подумаю. Я подумаю над этим вопросом. О, сундук халявный. Ключ и пистолет. Вот этот пистолет, наверное, можно сдать в пожиратель оружий. Чисто из-за того, что у нас и так нормальная комната. У нас есть оружие для зачистки комнат. У нас там нужно антибоссовое оружие какое-нибудь такое, чтобы пожирнее. И мы будем в шоколаде. Знаете, что я хочу сейчас? Я хочу статую, в которую требуется пожертвовать здоровье. И которая урон при этом увеличивает. Вот это я хочу сейчас. У нас здоровье есть. А вот урон, чем больше, тем лучше. Жучьи сапоги. Мэ. Мэ. Мягко говоря. Мэ. Ну, что ты будешь делать? Давай, умирай. Слышь ты, давай, до свидания, призрак. Ну, жучьи сапоги хотя бы дают нам иммунитет к яду. Что не очень полезно. Иммунитет к огню, по-моему, полезнее. Но намного больше противников на высоких уровнях бьют огнем, чем ядом. Еще красное сердце. Ха. Мы еще босса не видели на этом этаже, да? Или мне память изменяет? Или моя память спит с другим кем-то? Изменяет ли? А? Память. Что ты мне скажешь? Хм. Жучьи сапоги. С жучьими сапогами есть ли хорошие комбинации? По-моему, нет. У меня такое впечатление, что нет. Так, ну ладно. Пойдем на босса с... А знаете с чем? С вот этой, наверное, легкой пушкой. Она вроде против боссов нехило так рулит. Это Бауэрог. Хорошо. Большие утки идут в атаку. Мы будем против него для нанесения урона использовать легкую пушку. А для защиты можно переключаться на богохульство. Хорошо. Ни проблема. Никаких проблем. Абсолютно никаких проблем. Он же-то очень близко ко мне подошел. Мне не нравится, когда ко мне так близко подходят. Мистер Бауэрог, вы вторглись в мое личное пространство. А, утка взвесилась! А, вызывайте санитаров! Эта утка сошла с ума! Окей. Хе, не проблема. Утка, съешь его! Утка! Что-то утка его так себе ест. Я рассчитывал, что утки его будут намного быстрее убивать. Может, надо было сотрясатель использовать и не выделываться. Может быть. Ну, раз уж начали утками бить, будем утками бить до конца. Надо... Это что ты будешь делать? Ну, ты шутишь, что ли? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Да, кстати, поршень-то для нас хорош. Поршень-то дает нам преимущество, потому что вот жучьи сапоги, вот вам комбинация жучьи сапоги с поршнем. Потому что... Потому что у нас этот, как бы, иммунитет к яду, поэтому мы можем спокойно брызгать ядом. Так, о, здравствуйте. Вам, наверное, пустышку нужно, но, к сожалению, у меня не имеется. Эм, да, тут надо, надо вот это, надо богохульство здесь лучше в этой комнате, чем мега-руха. До свидания, и вам до свидания. Хорошо, и синий сундук. В нем будет что? Что мы на этом этаже подобрали? А, жучьи сапоги. Здесь будет оружие. Мне не нужно оружие из синего сундука, окей? Окей. Мне не требуется оружие из синего сундука, поэтому я его разбил. Правильно ли это было решение? Возможно, нет. Но дело в том, что у нас есть набор вооружения для зачистки комнат. Может ли в синем сундуке быть какое-нибудь хорошее антибоссовое оружие? Без понятия. Но мы пару сейчас оружие скормим по-любому вот сюда, потому что вряд ли они нам пригодятся. Так. Поршень? Я не хочу использовать поршень. Я понимаю, что он, наверное, хорош, но я просто-просто нет желания его использовать. И все. У нас есть мега рука. Давайте не будем вот это скармливать. Давайте лучше скормим вот этот бластер. Луч вспышка. Луч вспышка мне нравится меньше, чем 38-й убойный. Как это ни странно. Луч вспышка у него точность плохая. Так что нафиг его. И нам дали горшкомет. Горшкомет. Я не буду покупать монеты. Слишком рано. Если бы это был четвертый, либо пятый этаж магазин, я бы купил монеты. Поскольку у нас еще два этажа впереди, то вполне возможно, что мы... Знаете, что здесь? Давайте сделаем. Давайте сделаем вот. Покупим пустышку и пойдем все-таки этот алтарь используем. Очень уж мне интересно, что нам дадут. Второй, второй предмет с иммунитетом к яду. Ну, смешно. Я ценю твой юмор, игра. Как раз после того, как я продал поршень, дать мне второй предмет, который дает иммунитет к яду. Смешно, да. Я согласен. Не этот, не поспоришь. Так, ну, на этом этаже у нас впереди четвертый этаж. Мы сейчас будем спокойно, тихо и мирно использовать мега-руку и богохульство как защитное оружие. Патроны нам пока не нужны. Можно пополнить боезапасно. Давай, стреляй. Покажи все, что ты можешь. Ах ты, козел. Ладно, я тебя зарублю в рукопашную. Патроны нам пока, да, не требуются. Даже если у нас кончатся патроны на мега-руку, то у нас еще там есть хорошие варианты. Спрятаться. Вообще, прятаться не надо было. Надо было просто на богохульство переключиться и продолжить стрельбу. Окей. А-а-а! Все-таки пропустил удар. Но это был явно неправильный ход действий. И вот это, это тоже был неправильный ход действий. Окей, окей. Так, видимо, требуется собраться. Нужно собраться и перестать заниматься херней. Конкретно нужно начать действовать грамотно и разумно. И не терять здоровье зря. Потому что за потерю лишнего здоровья тебя никто по головке не погладит. Так, шеварлок, давай, сосредоточься. Не тупив. Вот так вот хорошо. Хорошо. Тебя вылечим. С мега рукой-то. С большими выстрелами. Мы должны победить. По-любому. До свидания. И я сказал до свидания. Окей. Молодец. Молодчина. Слишком долго, я думаю, по-моему, перед каждым выстрелом. Так, половинка здоровья у нас там была, да? Была. Патроны на мега руку еще есть. Но их тоже не надо тратить на вот такую мелочь. Ключ я пока что... А, знаете что, я его подберу. Я думаю, нам не нужно больше ключи покупать. Я думаю, не требуется покупка ключей. Это лишнее. Так, кто у нас там? Кто здесь? Кто здесь? Что я хочу на этом этаже? Знаете что? Самонаводящиеся патроны. Самонаводящиеся патроны. Либо ядовитые патроны. Хотя с мега рукой... Нет, с мега рукой альфа патроны. С мега рукой было бы круто альфа патроны. И либо любое оружие, которое боссов хорошо убивает. У нас все еще нет ничего. У нас есть отрасатель, который... Окей. Не более того. Так, большой дядя-скелет. Хотите вы тусануться в Египте? Я вам предлагаю туда уехать в отпуск. И больше никогда не возвращаться в эту страну. Иначе мы вас найдем. Всю вашу семью. И скажем вам, что вы очень некритивую прическу сделали все. Синий сундук. Окей. И секретная комната. В ней красное сердце. Может, надеюсь, не пригодится. Но я открою. Окей. Русалочь и оружие. Русалковый дробовик. Значит, второй сундук здесь будет пассивный. Ясно. Ясно. Ну, русалковый дробовик. Это все для нас немножко не важно. Потому что мега рука. Хотя мега рука. Вот уже патроны качаются потихоньку. Так что, может, используем русалочный дробовик. Мне он нравится. Мне нравится. Русалочь и пулька. А, это эта комната. Я вот себя головой убью. Вот так вот. Реслим. Так, что ты мне продашь? О, все понятно. Все понятно. Миллионы, миллионы, миллионы ключей. Из окна, из окна, из окна. Видишь ты? Миллионы, миллионы, миллионы ключей. Из окна, из окна. Подарю я тебе. Я не знаю, хочу ли я даже один ключ там покупать, если честно. Пока что. Я думаю так, что у нас большие шансы выбить ключ на следующем этаже в комнате. Ну, они обычные. Шансы... О, боже. Шансы самые обычные. Но нам там много комнат. Целый этаж еще предстоит. Поэтому. И всего лишь два сундука открыть требуется. Поэтому. Я думаю, было бы глупо сейчас накупить себе ключей. И пойти с этими ключами. И потащить их с собой в ад. И что бы мы там с ними делали, а? Что бы мы там с ними делали, я спрашиваю. Куда бы мы себе засовывали для развлечения эти ключи? Не отвечайте на этот вопрос. Окей. Так, большая голова. Гуляй. Спасибо. Второй сундук на этом этаже. Я, да, я хочу. Собонаводящиеся патроны. Либо... Либо альфа патроны. Омега патроны не очень интересны. Альфа патроны интересны. Либо любой защитный предмет. У нас защитного ничего нет. Кроме жучих сапогов. И то этот. Это защитное постольку поскольку. Есть предметы позащитней, чем жучие сапоги. А секретную комнату мы нашли уже на этом этаже. Окей. Открываем. Ууу, медаль за отвагу. Медаль за отвагу. Одна из тех игр, которые сделали современные шутеры тем, чем они являются. Хорошая игра. Была. Когда-то. Сейчас последняя медаль за отвагу была, мягко говоря, слабовата. А предмет медаль за отвагу вооружения. Я опять понятия не имею, что он делает. Я предполагаю, что он увеличивает урон. Предполагаю. На практике я без понятия. Ладно. Босс. Ну, используем до конца легкую пушку. А потом переключимся на сотрясатель. Что у нас тут? Красный. Ну, естественно. Куда ж без этого ублюдка? Куда без этого ублюдка можно, блин, пойти в современном мире? О! Темно стало опять. А, да. Знаете, какое исправление сделали разработчики хорошее? Они снова сделали кран темным. Когда он делает свою вот эту атаку. Молодцы. А то, блин, вот не хватало. Чего в жизни не хватало? Так это темного экрана при этой атаке красного ублюдка. Ох, да. Ну, что я вам скажу. Ненавижу. Моя ненависть не знает предела. Сотрясатель, убей его. Пожалуйста. Пожалуйста. Ох, ай. Мы живые. Зашибись. Зашибись, сука. Прямо... Ну, как это называется? Разве можно так делать? Прямо на голове у меня появляются твои выстрелы. Козёл. Ну, не козёл ли? Вот скажите мне. Как его назвать, блин? Ну, испортил он нам. Испортил этот красный нам увеличение здоровья. Но тут что сделать? Это такая фигня. С красным никогда нельзя рассчитывать ни на что. Он всегда... Вот это его гадская атака. Ну, убей его. Спасибо. Благодарю тебя. Сказка ты, сотрясатель. Вот эта грёбанная атака, она никогда ничем хорошим не заканчивается. И зато мы получили максимальное здоровье. И тут что-то закрытое. Мы откроем, посмотрим. Окей? Окей. Клейка и лента. Окей. Что мы хотим склеить? Знаете, что нам? Пока что склеивать-то особо нечего. Я куплю ее, по-любому, без вариантов. И больше нам тут ничего не надо. Окей. Так, давайте подберем, собственно, здоровье, которого нам не хватает. В магазине нужен ли нам ключ в магазине здесь? 38. Мы даже не можем его купить. Так. Так, 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 так. Клейкая лента. Я вот сейчас молчу, я думаю, что делать с клейкой лентой. Клейкая лента, да, очень круто. Но я не вижу пока, что мы будем склеивать. Я не знаю... Подожди, можно же мега-руку с чем-то склеить? Можно мега-руку склеить с отрицателем. Но мега-рука это заряжаемое оружие. Нам нужно... Нет, нет, мега-руку не надо ничем склеивать. Ее неудобно на боссах использовать. Только если мы найдем, например, какой-нибудь гранатомет. А в чем у нас больше всего боеприпасов? Ладно, я думаю, знаете, что мы сделаем? Я думаю, мы подождем до конца этого этажа и посмотрим, какие у нас пушки будут. И потом склеим все самое лучшее. Я думаю, да, мы подождем, а потом будем склеивать уже, когда увидим, что у нас на этом этаже есть. Я патроны для мега-руки возьму, потому что нам еще целый этаж ей проходить. Хорошо. До свидания, мистер Молоток. Ах ты, сука! Я ударил. Я ударил мечом. Не верь его лжи. Ладно. Все нормально. У нас все еще полное здоровье. Можно быть спокойным. Можно быть спокойным. Я не видел, я не видел этот выстрел. Окей. Расслабься. Спокойно. Так, стреляй. Стреляй, разрубай. Стреляй. Хорошо. Чудно. Так, тихо, 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 тихо. Все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Главное, не паниковать. Вот из-за паники происходят все проблемы на планете. Из-за чего все войны происходят? Из-за паники. А вы думали, из-за чего? То, что люди смотрят на других людей, думают, о, какие злые там люди живут. Они нас едят. И давай паниковать. Вот и начинается война. Клейка лента... Кстати, там улучшили возможность использования клейкой ленты. То есть теперь, по идее, когда ты используешь клейкую ленту, она не эта... Она сразу не исчезает, а помечает. Можно пометить два оружия, как бы, этой клейкой лентой. И потом, когда ты ее второй раз используешь... Ну, в общем, теперь нельзя протупить с клейкой лентой. Теперь она всегда работает правильно, скажем так. Давай, до свидания. Где ты? Скажем так, что клейкая лента теперь всегда правильно работает, а не так, как раньше. Что иногда могла сработать, иногда не сработать. Под настроение... Под настроение, господи. Кашляем. Так, патроны для... Для легкой пушки возьмем. Она, по-моему, хороша. По-моему, хороша легкая пушка. Кстати, очень хорошо то, что я монетки решил не взять, потому что случилось, конечно, как раз вот то, о чем я думал, что... С монетками... С монетками... Блин. Вас всех... Драли бы вас кошки. Если бы у нас были монетки... Не, не падай вниз. Ахахахахаха. Если бы у нас сейчас были монетки, мы бы их провтыкали. Мы бы их просто использовали на пустом прошлом этаже и все. Потому что мы бы по-любому взяли клейку ленту. Пожиратель оружия я, может быть, использую. Я, может быть, его использую. Но... Нужно быть осторожным с этим. Взяло. Нужно... Нужно думать дальше. Шлем оружия рыцаря, скорее всего, я не куплю. Мутация. Как клейкая лента работает с... Как клейкая лента работает с лучевыми оружиями? Я без понятия. Может, вообще нихера не работает с лучевыми оружиями? Ладно, мы подумаем на этот счет. Нам может... Нам может пригодиться ключ. Может, надо будет ключ купить, если не выпадет. Потому что сундук с оружием мы по-любому хотим открывать на этом этаже. Без вариантов. Окей. Не проблема. Будем надеяться на что-нибудь однозарядное. Любое однозарядное оружие. Нет. На босса мы не идем. Нам нужно использовать клейкую ленту. По-любому. До того, как мы пойдем на босса. Любое однозарядное оружие. Хотя бы даже самый простой... Аааа. Какой плохой урон. Хотя бы самый простой гранатомет. Хотя бы простой гранатомет. И то покатил бы. В идеале, конечно, это... Самонаводящиеся ракеты. Это... Стингер. Ну, ты вылези из-за своего стола. Прошу тебя. Ё-моё. Спасибо. Ааа. В идеале, да. Самонаводящиеся ракеты. Стингер. Ааа. Можно даже... Шифратор. Шифратор я бы тоже не отказался. Ааа. Что еще из таких одноразовых оружий? Даже, знаете, даже РПГ. Даже самый простой РПГ. И то покатил бы. Я был бы счастлив. Кто здесь? Почему не в каске? Вот первый сундук. Окей. Давайте посмотрим, что тут за сундук. И тут у нас синий сундук. Ааа. Ааа. Черный бы. Рельсовую пушку бы. Хе-хе. Рельсовую пушку бы. Михалыч. Сколько тут веселых ребят. И я не могу не обратить внимание, что они все хотят танцевать. А. Ну, да. Наверное, здесь нам не пригодится. Так. Вдруг. Сердечно. Ааа. Идиот. Зачем? Почему не перескочить? У тебя иммунитет к, блин, к ударам в ближнем бою. Перескочить надо было и убить его. И все. Нееет. Нахрен. Молодцы. Там стучат. Кто еще? А. Это ты. Джон Лэйн. Ну, мы приближаемся к второму сундуку. Блин, я надеюсь, что там что-то хорошее во втором сундуке. Что он хотя бы зеленый. В зеленом сундуке могут быть хорошие однозарядные оружия. Могут быть. Будут ли они там, это уже другой вопрос. Но они там могут быть. Оуу. Красное сердце. Это огромный дроп для нас. Красное сердце. Это огромный дроп. Который я всегда счастлив видеть. Ну, почти. Кроме тех моментов, когда играю роботом. Мега рука. Стреляй в них. Стреляй в них. Стреляй. Пожалуйста. Благодарю. И теперь еще вот в этого парня. Хорошо. Ну, сундук. Покажи мне класс. Зеленый. Окей. Это хорошо. Открываем. Монетка. Мы, по-моему, с тобой договорились. Нафиг. А-а-а. Как я могу использовать монетку? Для этого мне придется клейку ленту выбросить на землю. Нет. 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 Если я сейчас использую вот клейку ленту. Прямо сейчас. Давайте сделаем так. Я. Телепортируюсь в магазин. Теперь быстро телепортируюсь обратно. Мы отгоняем. Отгоняем крысу. Теперь крыса, по идее, вот как мне объяснили. Теперь крыса, по идее, не придет чуть-чуть. Какое-то короткое время. Телепортируемся сюда. Покупаем ключ. Телепортируемся обратно. И все. Крыса нахрен украла монетку. Скотина. Ну, черт с ней. Черт с ней. С монеткой я бы... Я был бы очень рад монетку на шестом этаже использовать. Но для этого я не могу это сделать, не открыв этот сундук. И здесь у нас, видите, люксиновая пушка. В ней 540 боеприпасов. В ней много боеприпасов. Что мы будем с ней комбинировать? Еще раз. Идем в магазин. Смотрим. Тут оружие одно. Мутация. Мы ее купить не можем. Наверное, мы тут в итоге либо патроны купим, кстати. Либо доспехи. Значит, что мы комбинируем? Что у нас самая сильная? Мега рука. Я боюсь ее испортить. Легкая пушка. Не очень. Вот у нас нету никакого хорошего оружия для комбинации. Так. Люксиновая пушка с... С чем? С печью для обжига? Ну, даже не знаю. Я с мега рукой. Я боюсь, что получится незаражаемое оружие. Может... Давайте попробуем мега руку. С печью для обжига. Это будет наше супер оружие для зачистки комнат. Основным оружием сделаем мега руку. Она будет заражаться. Выстреливать печь для обжига и мега руку. Они оба похожи между собой по действию. И будет еще чуть-чуть массовая атака. Это спорное решение. Которое, наверное, очень глупо. Лучше, наверное, согрестить люксиновую пушку с сотрясателем. И не выебываться. Простите, я извиняюсь. Просто пускай у нас будет сотрясатель с количеством боеприпаса 540. Да? Вот это, наверное, намного более разумно. И вот этого нам хватит сотрясателя, чтобы в легкую убить босса. Все, да, я так и сделал. Так, используем на сотрясателе ленту. Так, он заклеен. Сотрясатель заклеен. И теперь на люксиновую пушку. Вот. 720 патронов. О, подождите. Клейкая лента была изменена. Смотрите. У нас теперь просто два оружия, которые стреляют одновременно. Смотрите, у них два боезапаса отдельных появилось. То есть... Ааа, вот оно что, Михалыч. И теперь, когда здесь кончатся боеприпасы на... Сотрясатель, то... Ничего хорошего. Когда кончатся боеприпасы на сотрясатель, это будет просто люксиновая пушка. Это все меняет. Это все меняет. Ну, старый вариант клейкой ленты мне, если честно, больше нравился. Ну, попробуем. Посмотрим. Ну, зато большой урон в секунду мы можем наносить. Очень-очень быстро. Ну, видите, да? По боссу урон огромный. Да, это специально. Теперь клейкая лента это инструмент для уничтожения боссов. Мы создаем хорошее антибоссовое оружие. Ага, вот, смотрите, патроны дракона выглядят по-другому теперь. Окей, так надо убить вот эту хрень всю. Мечом, богохульством. Да. Спокойно, спокойно, тихо. Без паники. Где моя люксиновая пушка-сотрясатель? Ну, мы очень быстро убиваем босса. Тут ничего не скажешь. Окей. Там, по-моему, чуть-чуть я провтыкал с позиционированием своего персонажа. Окей. К счастью, мы убили один нож. Только один, к сожалению. К счастью, один. К сожалению, только один. Но дракон почти мертв. Дракон почти мертв. И... Есть. Так. Теперь. А знаете, патроны на сотрясатель-то все не кончаются и не кончаются. Теперь берем богохульство. И... Делаем то, что мы обычно делаем плохо. Проходим вот в эту... Сука! Тварь! Урод! А-а-а! Я зол, как 10 тысяч блинацких чертей. Вы видели, какой вчес? Я... А-а-а! Я пропустил удар. Пропустил удар. Надо было просто богохульством прочищать себе дорогу. И не использовать перекаты. И все. Да, видите? Вот так надо. Вот теперь, когда я не боюсь, у меня все получилось очень легко. А когда, блин, я ссал... А-а-а! Это как уличная драка, блин. Надо лезть вперед и получать в лицо и бить в лицо. А не вот это... Не стоять. Не получится, не получится. Не-не-не-не-не. Не, кстати. Я, кстати, насчет это... Насчет ленты ошибался. Она все еще хороша. Клейка лента все еще в порядке. Здесь, наверное, мы купим либо доспехи, либо патроны на вот эту люксиновую пушку. Я думаю... Я думаю, патроны на люксиновую пушку критичны. Потому что, если вдруг нам не выпадут патроны на следующем этаже, нам будет жопа на боссе. У нас антибоссово... У нас единственное наличие оружия, это вот эта люксиновая пушка. Скрещенная с отрисателем. Я смотрю, хочу ли я сюда что-нибудь скормить. 38-й убойный. Печь для обжига. Нет, 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 нет. Не будем этого делать. Мы не будем этого делать. Окей. Мы просто... Мы просто купим патроны для люксиновой пушки. И все. И пойдем отсюда. Погнали. Погнали. Окей. Мы идем на шестой этаж. Все офигенно. Непременно. Все будет офигенно. Если ты играешь в патч 1.10, где новая клейкая лента? Я извиняюсь. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Дорогие телезрители за свое пение. Что мы будем в комнатах использовать? Мега руку. Мега руку для атаки. И, наверное, богохульство для защиты. Мне так не нравится переключаться. Черт. У меня случилось это. Оружельское растяжение мышц. Когда мне захотелось потянуться всеми мышцами. Потому что я уже час сижу и... В одной позе и постепенно превращаюсь в этого. Какого-то мутанта, который прирос к своему стулу. Так. Где моя мега рука? И где моя богохульство? Ладно. Мега рука. Давай, не подведи меня. Покажи все, что ты можешь. Сделай папке приятно. Папочка любит тебя. А, это звучало ужасно. Я больше никогда не хочу повторять эту фразу. О, патроны. Выходит, зря я покупал патроны. Надо было... Надо было не патроны покупать. Надо было броню покупать. Ну, надеюсь, что это будет не критично. Окей. Нет проблем. Какие проблемы? Откуда? Сука. Надо книги убить. Надо уничтожить все книги. В этом городе. Знаете что? Надо, наверное... Этот. Наверное, нам требуется вторым оружием включить что-то скорострельное, что быстро убивает противников. Например, вот этот дробовик сирена, да? Он же быстро, он быстро очень стреляет. Так, так. Я понятия не имею, в какую сторону я иду. Ну, то, что мы с двух выстрелов убиваем эту хрень, меня радует. Под хренью я, конечно, имею в виду... Голову. О, как хорошо, что я его убил со стартур. Ненавижу его. До свидания. Да, 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 до свидания. Мы идем в тупик, да? Может быть. Пойдем сюда. Я знаю, что какая-то есть система, чтобы как знать, куда идти на шестом этаже. Там можно как-то вычислить, в какую сторону правильно идти. Какие-то комнаты появляются в правильной стороне, какие-то не появляются. Но я без понятия. Может быть, когда-нибудь я это выясню. Но пока что обойдемся без этого. Пока что мы просто будем действовать так, как нам кажется нужным. Так, хорошо. И... Последний бой. Он трудный самый. Не надо меня скидывать в яму. Чудно. Ребята, тусуйтесь. Что вы все время, блин, отравлены? Как видите, богохульство я практически не использую. Потому что... Я не уверен, что смогу так эффективно переключаться на богохульство и при этом использовать другое оружие быстро. В общем, боюсь натупить, запутаться и ничего хорошего из этого не получится. Поэтому просто будем рассчитывать на свое уклонение без всяких богохульств. Ах ты, сука. Ну, тварь. Ну, не козел ли? До свидания. И банту даже. Хорошо. О-о-о-о. Большое красное сердце. Я люблю тебя, игра. Я люблю тебя. До слез. Ла-ля-ля-ля-ля. Я перестану. Окей. Я извиняюсь. Простите. Больше не буду. Честно. Так. Эти ребята мне урон не могут нанести. Какого хрена я делаю? Где? Где какашка стреляющая? Где она? Горбатый. Я сказал горбатый. Эм. Знаете что? Знаете что? Вот так вот. Нахрен патроны тратить? На противников, которые мне ничего сделать не могут. Ага. Ага. Я вижу тебя как наяву. Ну, если будет совсем туго, тогда мы можем переключиться на люксиновую. На люксиновую комбо-пушку. Оп. Хе-хей. Но я надеюсь... Я ее хочу полностью оставить для босса. Потому что... Остальные оружия у нас совсем слабые. Как? Ох. Половинка здоровья. А, броня. Ох. Сейчас будет оргазм. Я... Я люблю тебя. Я люблю тебя оружие. За то, что ты мне сегодня даешь победить. Но опять же. Я не говорю, что мы победили. Но мы должны победить. Мы должны победить. Если мы не победим, это будет... Это будет из-за вот таких перекатов. Не знаю, чем надо было, блин... Чем надо было играть? Какой клешней надо было нажимать на клавиатуру, чтобы вот такой плохой перекат делать, как я делал. Но видите, игра тащит нас. Игра нам дропает красное здоровье, чтобы мы не сильно расстраивались, чтобы у нас сегодня был хороший день. Я за. Я за. Знаете, я очень рад, что игра такая бобра сегодня, что дропает нам такие классные штуки. Кратненькие. Которые пополняют мои жизни. У-у-у-у-у. Это было страшно. Так, убьем-ка вот тебя. А теперь мы убьем тебя, да? Да. Вот мега рукой можно в автоматическом режиме стрелять. Но она даже приблизительно не так крута. С вот этой вот с... Так, где ты? До свидания. До свидания. Вам туда же. Те же. О, так. Что ты будешь делать? А-а-а. Да сколько... Что тут всякой хери? Нарожали, блин. Окей. Если честно, я не знал, что тут будет еще одна волна. Я думал, что мы уже закончили. Я забыл, о чем я говорил. Эта комната меня ввела в ступор. Я думал, мы сейчас вдохнем в ней. Так, по-моему, мне кажется, что мы на правильном пути. Потому что вот эту комнату я, по-моему, каждый раз прохожу, когда иду на шестой этаж. Меня зажали в углу. Они меня скинут в пропад. А-а-а. Тихо. Пошел нахер. А, у нас, кстати, богохульство снова можем в боевом режиме использовать. Круто. Ну, я не буду. Нахрен. Это уже наглость. Это уже наглость. С мега рукой, особенно в кармане. А-а-а. Да, это абсолютно неправильный путь. Абсолютно неправильный путь. Я ошибся, когда сказал, что... О, я помню, что мне кажется, мы в эту комнату каждый раз ходим, когда идем по правильному пути. Хрен нас два. Из своей задницы я достал эту информацию, видимо. Окей. Тупик, так тупик. Пойдем направо. А потом налево тоже можно пойти, в принципе. Хорошо. И вам тут даже... Оп. Скелет, скелет, скелет. Хватит. Пожалуйста. И-а-та-та-та-та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Веселая комната все еще не закончена, да? Ну ладно. Так. До свидания. Где мой мистер босс? Я должен поговорить с вашим начальцем. У меня есть предложение, от которого они не смогут отказаться. Окей. Окей Ты сегодня умрёшь или нет? Благодарю Оп Осторожно Ууу, ещё половинка здоровья Запасная Хорошо Правда Правда Если здесь сейчас ещё будет тупик То я буду зол как сто тысяч чертей Есть И тебя вылечим И тебя вылечим Ну пожалуйста, босс Будьте благосклонны ко мне Мистер Игра Хорошо До свидания Оп Тихо 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 Аааа Нет, нет Мои выстрелы разбиваются в воздух Что происходит? Я не могу выстрелить Я не мог выстрелить там Знаете, что я обратил внимание? Что у меня намного меньше тормозов На этом этаже Так что Я думаю, что Новый патч пошёл на пользу Явно Босс Ееееееееееее Детка Так, ну всё, сучка Иди к папе Иди к папочке Сейчас что-то будет Лови Окей Так делать не нужно Хорошо 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 Опа Па Не получилось Ну у нас Я дебил Я дебил Аааа Я мог бы успеть Я мог бы успеть Телепортироваться Схватить Красное сердце Окей В следующий раз мы будем знать Что можно если что успеть И быстро телепортироваться Красное сердце Схватить Но это в следующий раз Окей Я всё ещё не знаю Как ту атаку проходить Я всё ещё без понятия Охохохо Так Если Мы тут проиграем Я себя буду ненавидеть С таким-то, блин Раскладом С таким-то оружием С такими жизнями Окей Молодец Почти Почти хорошо сделал Так Вот эту пустышку Я бы да Я бы предпочёл Оставить на следующую пазу Пока что всё окей Пока что всё окей Мы должны победить Давай Так Эту атаку я знаю Тут надо перекатываться Оп Хорошо И стрелять тут бесполезно Вот стрелять надо сейчас И сейчас тоже надо стрелять Замечательно Без Пр Пр Блем Знаешь что Да Иди нахер Хорошо Перекат И перекат И перекат И добиваем его Мы выиграем Сопуду Можно даже Не двигаться с места Ну Давайте Знаете что Сделаем Утка Добьём его Уткой Не Знаете что Делают Настающие Чемпионы Настающие Чемпионы Кидают В плеча Оружие А Не получилось Ладно Богохульство На Отрубить Голову Отлично Красота Отличный забег Супер Лёгкий Приятный Как в суфле С черничным вареньем Я надеюсь вам это понравилось Если это так Ставьте внизу лайк Оставляйте комментарий Хотите смотреть продолжение Конечно подписывайтесь на мой канал А я благодарю вас за просмотр И мы увидимся в следующий раз Субтитры сделал DimaTorzok